Приветствую вас, мои дорогие зрители! Сегодня я покажу вам, как я готовлю рулет с маковой начинкой, но из манной крупы и картофеля. В данный момент, почему картофеля? Потому что картофельного крахмала в магазине не было, а картофель можно прекрасно использовать вместо крахмала. Я вам покажу, что прекрасно сочетается манка и картофель. Может, я так понимаю, не все это понимают, что манная крупа это высший сорт пшениц грубого помола, потому что пишут в комментариях, что это шутки, если добавлять манную крупу. Нет, это не шутки. Я всегда к кулинарии отношусь очень серьезно и могу вам сказать, что прекрасно сочетается картофель и манная крупа в кулинарии. Миллион блюд можно приготовить. Итак, приступаем к деятельности. Значит, выливаю я стакан теплой воды. Здесь у меня уже 7 грамм дрожжей и столовая ложка сахарной пудры. Есть вот соль, манная крупа и картофель, который мы натрем сейчас на мелкой терке. Высыпаю сюда манку. Размешала хорошо. Сейчас она набухнет. Вот. И пусть приподнимается дрожжи, начнут работать. Потом сейчас натру картофель. Вместо крахмала добавлю натертый мелко картофель. Вот такая начинка маковая у меня есть. Вкусная. И сейчас будем готовить рулет. Итак, манная крупа разбухает. Сейчас мы сюда добавляем уже тертый вот картофель. Высыпаем сюда. И замешиваем сейчас тесто. В это тесто мы добавим еще соль. И сейчас будем размешивать. Смешала я все уже. Теперь получается вот такая густая пышная масса. И тесто начинает приподниматься. И ждем, пока оно минут 30 побродит. Потом еще мы его хорошо вымесим. Смотрим сейчас на тесто. Тесто приподнимается. Для того, чтобы улучшить дрожжам работу, мы добавим сюда столовую ложечку уксуса. У меня в данный момент это яблочный уксус. Что уксус помогает дрожжам бродить тесту быстрее. И мы его сейчас добавим. Когда наше тесто уже прекрасно приподнимется, хорошо уже мы его перемешаем. И добавим еще 3-4 столовые ложки постного масла. Вот я сюда уксус уже добавила. Тесто такое пушистое, хорошее. И добавляем сюда 3,5-4 столовые ложки постного масла. И хорошо, хорошо размешиваем. Вымешиваем, вымешиваем. Вот получается такое у нас тесто. И оставляем его еще приподниматься. На все про все пройдет, наверное, около часа. А может чуть больше. Что тесто уже перестанет липнуть к рукам. Тесто поднялось. Смотрите, сразу показываю, насколько оно пушистое. Видно здесь, да? Вот через стекло видно хорошо. Так, теперь мы это тесто выкладываем на досточку. Тесто я раскатала. Оно такое хорошее получается, воздушное. И сейчас будем выкладывать начинку маковую. Хорошо распределять ее по всему пласту теста. И заворачивать в рулет. Смазываю рулет молоком. Вот так вот. И сверху просто присыпаю маком. Вот так присыпаю. Хорошо. Присыпаю, присыпаю. И ставим в духовку на 25-30 минут. Температура 170-180 градусов. Вот уже остывает рулет маковый. У меня с этого теста получилось два рулета. Сейчас второй пойдет в духовку тоже. И я, когда остынет рулет, я разрежу и покажу вам его в разрезе. Смотрим, какой рулет в разрезе. Мягкий, воздушный, замечательный. Вот я вам показываю. Просто песня. Смотрим.